здравствуйте умеете ли вы считать деньги свои чужие общие общественные когда хочется тратить хочется всего и всем что делать вот интересно понять в чем суть политики экономической ведет ли она к повышению благосостояния собственного и соседа или не ведет сегодня разговор о бюджете мы будем вести в нашей новой студии с первой нашей гости Екатерина Владимировна Буцкая министр финансов Ульяновской области здравствуйте здравствуйте очень рада вас видеть особенно в новой студии взаимно вот обновляем вместе с вами это хорошие приметы наверное мы думаем что это обязательно к финансам попробуем с вами разобраться что такое бюджет региона очень доступным понятным языком для того чтобы нас и тетя Маша которая у экрана поняла и там дядя Петя у которого очень много критических вопросов и так проект бюджета он вообще такой объемные документы вот один российский экономист очень уважаемый сказал но ценность его не в том что он огромный да что и регионального любого региона что и страны а ценность его в том что документ наглядно показывает как на самом деле государство ли регион относится и что он может дать вот этой своей территории и не только здесь общественные институты но и промышленность и бизнес все 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 что составляет вообще жизнь той или иной территории вы согласны вот в этом да я полностью согласна потому что бюджет это тот финансовый документ который олицетворяет состояние экономики поэтому если мы говорим об областном бюджете да это непосредственно лицо экономики региона и поэтому мне когда мы формируем бюджет основным документами является прогноз социально-экономического развития региона соответственно вот на три года 20 21 22 год хорошо тогда если по прогнозу но ведь прогноз это документ приблизительные и минэкономразвитие исходит там из нескольких сценариев да все это приблизительно считается и когда они ошибаются с прогнозом в общем то ну к ним никаких санкций нет а бюджет это закон его нужно исполнять и тут ни влево ни вправо нельзя здесь совершенно тогда разница вот тогда тут и понятно почему минэкономразвитие и минфинансов находятся в постоянном ну скажем так не войне но в постоянной конфронтации да действительно прогноз это все-таки прогнозные суммы тем не менее этот прогноз он отталкивается от базовой основы текущего года до вот прошлых лет и соответственно судя по тому как вот сейчас да у нас целом складывается экономика как мы планируем увеличить наш региональный продукт да как индекс промышленного производства темп роста фонда оплаты труда то есть прибыль прибыльных предприятий вот все равно она отталкивается от базовой основы и есть конечно базовый вариант прогноза есть консервативный вариант есть оптимистичный вариант но как в общем-то и на федеральном уровне мы за практику берем все-таки базовую основу и вы знаете вот особенно судя по формированию доходной части бюджета все-таки мы просматривали и у нас уже даже счетная палата а дело заключение что мы очень качественно формируем бюджет доходной части исходя из прогноза который дает минэк то есть принципе мы конечно же в течение года мы а судя по тому как идет рост в течение года до прогноз есть он как бы взят базовый но в течение года всегда идет рост доходной части бюджета и мы корректируем бюджет на увеличение и доходов и расходов вот за счет чего растут доходы и давайте еще все таки повторим основные параметры потому что это очень важно говорим о том что рекордная цифра в этом году опять то есть мы с каждым годом увеличиваем а все равно с каждым годом не хватает и вот на что не хватает потом поговорим да действительно у нас 23 октября прошли прошел бюджет первом чтении которым утверждаются основные параметры утверждаются межбюджетные трансферты и основные параметры у нас утверждены по доходам на двадцатый год буду в основном акцент делать несмотря на то что бюджетный трехлетний период доходы это 64 миллиарда рублей расходы непосредственно 61 и 3 десятых миллиарда рублей и небольшой дефицит 900 миллионов рублей значит нужно сказать что доходы в основном огромный рост это прежде за счет собственных доходных источников потому что еще к тому времени когда мы рассматривали бюджет первом чтении не все федеральные средства были так сказать известны мы брали плановый период по федеральным средствам федеральные средства составляют 10 6 миллиардов рублей но вот собственные доходы это 49 и 8 миллиардов и это на 5,5 миллиардов больше уровня 19 года нужно отметить что вот на протяжении пяти лет если брать динамика по доходам сохраняется положительная с 14 по 18 год увеличение в 1,8 раза это что значит это о чем говорит о том что у нас экономика растет и конечно конечно потому что это говорит о том что у нас создаются новые рабочие места потому что есть и рост по налогу на доходы физических лиц есть рост и по прибыли то есть это говорит о том что у нас появилось большее количество прибыльных предприятий и улучшается так сказать состояние экономики в наших предприятиях о чем говорит и рост по прибыли и критики нам говорят наоборот что вроде бы ничего тут у нас не растет это просто из-за того что вот изменилась формула акции застаются сейчас здесь неправильно информация наоборот у нас ведь по прибыли забрали 1 процент федеральный бюджет раньше прибыль оставлялась 18 процентов то есть целом 20 процентов начисление налога на прибыль 2 процента уходил федеральный бюджет буквально было уже принято решение в семнадцатом году и с восемнадцатого года у нас забрали один процент федеральный бюджет и несмотря на то что забрали один У нас все равно есть этот плюс. И по налоговым доходам физических лиц ничего не изменилось. 13% как было, так и было. Акцизы – это алкогольная продукция. Здесь немножко увеличился норматив на 10% на 2020 год. То есть в целом у нас акцизы предусмотрены 17,9 миллиардов. Удельный вес большой – 35% в общих доходах. Но здесь нужно говорить, что, конечно, растет объем производства пива. И мы от этого планируем в 2020 году 12,4 миллиарда рублей. И, конечно, здесь еще акцизы на нефтепродукты. Там тоже меняется и ставка, и норматив – 3,2 миллиарда. То есть в целом по акцизам 17,9 миллиардов. И, конечно, это с плюсом более 2 миллиардов рублей. Мы как бы планируем в 2020 году. Но, тем не менее, хотелось бы все-таки сказать, что основные доходные источники прибыли НДФЛ у нас тоже идут с ростом. И вот налог на доходы физических лиц предусмотрен в сумме 12,4 миллиарда рублей. И при этом рост порядка на 1,3 миллиарда к уровню 2019 года. А прибыль тоже у нас 11 миллиардов. И тоже с ростом на небольшую сумму 750 миллионов. Но тоже все-таки с ростом. Несмотря на то, что, как я сказала, уже у нас 1% все-таки забрали федералы. Екатерина Владимировна, какие могут быть и есть резервы пополнения вот этой доходной части? Откуда мы можем взять еще дополнительные средства? Потому что вот когда мы берем первое пока чтение, тоже очень много раздается критических замечаний сторонних наблюдателей, которые, может быть, не совсем сильны в экономике, но сильны в каких-то криках. Когда говорится о том, что мы плохо работаем с федеральным центром, и какие-то программы у нас не выполняются аж так, что мы федеральные средства, которые приходят нам, вынуждены по закону обратно отдавать Москву. То есть это вообще нонсенс. Нам дали, мы не смогли их освоить, не смогли подготовить правильную документацию и вообще правильно расписать их использование. И взяли и отдали эти деньги в тот момент, когда каждая копейка нам дорога. Что еще, какие резервы есть у региона и как ими грамотно, правильно воспользоваться? Конечно, есть резервы по увеличению доходов как работа с федеральным центром, так и, конечно, по собственным доходным источникам. Если говорить по работе с федеральным центром, то, конечно, сейчас большая работа ведется всеми отраслями именно в рамках реализации национальных проектов. И вы видите, что и президентам поставлена задача и взяты на особенный контроль расход средств по национальным проектам. И, соответственно, конечно, у нас и в основе бюджета на 2020 год, прежде всего, это реализация национальных проектов, и 9,2 миллиарда предусматривается, но это не окончательная цифра. Я думаю, что после принятия бюджета федерального мы будем еще и корректировать ее. И 3,6 миллиарда в рамках реализации национальных проектов у нас предусмотрены собственных средств. А если говорить по собственным доходным источникам, то уже несколько таких очень важных совещаний провел Сергей Иванович, наш губернатор, с учетом того, что очень много резервов в теневом секторе экономики. И здесь нужно продумать, как мы будем в каждой отрасли выявлять эти резервы. То есть поставлена задача губернаторам прописать модель, алгоритм для каждой отрасли по зарабатыванию средств, по увеличению доходной части именно в своей отрасли. И бьется еще статистика по поводу среднего, малого бизнеса, предпринимательства. То, с одной стороны, говорим, что мы определенные делаем успехи в программах поддержки, развиваем, открываются новые, но с другой стороны, и закрываются старые. Здесь есть баланс? Есть, да, действительно. И мы сейчас тоже продумываем, как нам именно отрегулировать, чтобы вот те льготы, которые мы предоставляем, чтобы они давали действительно реальный эффект по развитию малого и среднего бизнеса. И та программа, которая у нас действует по поддержке малого и среднего бизнеса, тоже просмотреть, насколько эффективно, насколько действительно вот те расходные обязательства, которые мы предусматриваем, дает определенный рубль в доходную часть бюджета. Екатерина Владимировна Буцкая родилась 20 августа 1967 года в Ташкенте, Узбекистан. В 1988 году получила диплом Ташкентского дружбы народов Института народного хозяйства по специальности экономика труда. Имеет квалификацию по нескольким программам муниципального управления и развития малого предпринимательства. Работала в Академии наук Узбекской СССР, в НИИ Госкомпрогнозирования Узбекистана, Росгострахи. С 1997 по 2006 годы заместитель главы Ульяновского района Ульяновской области. 2007 год управление планированием бюджета отраслевого финансирования региона, заместитель министра финансов, ныне министра финансов Ульяновской области. Отличник финансовой работы. Замужем трое детей, двое внуков. Скажите, вот есть мнение, что даже не только во многих российских регионах, вообще в мире министров финансов как-то не очень любят. Вот недолюбливают их. И дело не в том, что они потому что деньги постоянно считают, а просто они как раз интересуются эффективностью. А эффективно ли истратили, да или нет. Кто ваши оппоненты? Профильные ведомства, которым постоянно не хватает каждый на себя. Губернатор, который в ответе за весь регион, и который говорит, что надо и этим дать, и этим дать. И вообще закон исполняй. Как вам... Кстати, я знаю, что вы мечтали быть врачом, по-моему. Да, я хотела быть хирургом. Как вы себя с хирургом не сравниваете? Здесь отрезать, тут пришить, сюда дать, а тут вот по-другому. Ну, действительно, я думаю, что в каждом регионе Министерство финансов считают, ну, такой, как некой Баба-Игои, который не дает деньги. Сидит вот на мешках с деньгами, не дает. Да, да, да. Но действительно, очень часто порой, когда отрасль высказывает то или иное желание по увеличению своей расходной части, очень часто отрасль даже порой не может правильно аргументировать и доказать, на что действительно и какой эффект даст эти расходы. И, конечно, мы понимаем, что сейчас такие очень важные отрасли, как, например, здравоохранение. Да, сейчас очень много идет и проблем, которые озвучивает население здравоохранения. Мы понимаем, что да, деньги надо увеличивать. И у нас вот 11,3 миллиарда предусмотрено. Это плюсом. 1,2 миллиарда к 2019 году. Но действительно ставится задача еще добавить на эту отрасль миллиард, для того, чтобы и рассчитаться с долгами, и улучшить качество предоставления услуг населению. И на льготные лекарства. Вот мы сейчас более 700 миллионов предусмотрели. Это плюсом 181 миллион, да, к бюджету 2019 года. Но здесь действительно нужно и дальше предоставлять, так сказать, ассигнования. Но действительно очень много сейчас вопросов возникает. Вы, наверное, видите на площадках обсуждения данных программ в комитетах, когда говорят о том, что порой даже неэффективное расходование средств идет. И здесь, конечно, те же, например, либо главврачи, либо в образовании, это директора школ, да, они должны быть прежде всего менеджерами, да, то есть они должны выстраивать правильную экономическую политику в своем учреждении. Если в каждом учреждении будет вот такой правильный порядок, да, когда каждый рубль будет считаться, и от него будет считаться эффект. И мы ведь видим, по многим учреждениям действительно так и есть, там действительно настоящие менеджеры, которые считают свои средства, и которые, по которым, в которых, например, нет долгов на сегодняшний день, которые эффективно работают, развиваются, еще пытаются делать ремонты, да, и так далее. То есть поэтому, конечно, от этого очень много зависит. И здесь мы просто стараемся вместе со всеми членами правительства работать над этим. Тем более, что Министерство финансов сейчас курирует все государственные программы, которые есть. То есть непосредственно в свое время отдел по госпрограммам был передан с Минэко, непосредственно нам, Минфин. И мы сейчас полностью изменили структуру госпрограмм, мы разработали новый порядок формирования государственных программ. И четко отслеживаем действительно, чтобы каждый рубль был привязан к конкретному целевому индикатору. И ежеквартально контролируем ход исполнения этих государственных программ. Но ведь нужно сказать, что бюджет и федеральный, и наш формируется как раз по программному принципу. Он увязывается и с национальными программами, в национальных программах под программы, увязывается с федеральными целевыми программами. Все, 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 все. Вопрос по, почему я сказала, что недолюбливают и пальцем грозят со всех сторон. Я помню, в вашей истории даже есть, по-моему, обвинение в экономическом геноциде. Ах, такая Екатерина Владимировна Буцкая, она там экономическим геноцидом занимается отдельных территорий региона. Это было, по-моему, связано с... Межбюджетными отношениями. Да, 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 с Новоульянском, да? Тот был район. Ну, часто в основном и Димитровград озвучивают. Вот, вот несостоятельность муниципалитетов. Мы сказали про учреждение, что там должен быть менеджер такой вот все. Ведь в муниципалитетах бюджетная политика, она не может существовать в отрыве. Она должна быть тоже увязана. Вот здесь это понимание. Есть или нет? Есть ли кадры, которые понимают это? И вот, наверное, тоже трудно с этим. Да, конечно. Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что мы из года в год также увеличиваем наши межбюджетные трансферты. 16,3 миллиарда рублей мы запланировали на 2020 год. Это плюсом 2,7 миллиарда. То есть это приличная сумма с ростом. И из года в год мы совершенствуем и наш закон о межбюджетных отношениях, и выравнивание между бюджетами. Потому что вот та дотация на выравнение, которая дается, она направлена на то, чтобы качественную услугу получали что в Старой Кулатке и что в городе Ульяновске. То есть любой житель, получая услугу в Старой Кулатке и Базарском районе, он должен получать ее так же качественно, как, например, в городе Ульяновске. И вот чтобы вот это вот выровнять, мы настолько проводим кропотливую работу в части просчета и налогового потенциала каждого района, и, соответственно, их расходную часть по каждому району. И пытаемся путем коэффициентов дифференцировать и сократить разрыв между муниципальным образованием, которое имеет высокий налоговый потенциал, и тем, которое имеет невысокий налоговый потенциал. И вот мы когда представляем, вот наш слайд, он такой, как некий позвоночник, да, то есть когда до выравнивания идут рискообразные скачки, а после выравнивание становится таким ровненьким позвоночником. И как бы вот это вот финансовое обеспечение муниципальных образований, оно выравнивается через дотацию на выравнивание. Но есть вопросы. Вопросы, конечно, по кадрам. Это такой злободневный вопрос. Тем не менее, мы вот в части именно работы с руководителями финансовых органов, мы постоянно проводим методологическую работу. Мы, конечно, постоянно совершенствуем и стараемся совершенствовать их знания. И кроме того, конечно, здесь еще большую роль играют сами главы администрации, потому что они тоже являются основными, главными распорядителями бюджетных средств на своей территории. И здесь большая работа идет из стороны правительства и по обучению глав администрации, и по совершенствованию их знаний и так далее. Понятно. Если говорим еще раз теперь уже о расходной части, да, и во второй части вообще работа над бюджетом, второе чтение будет уже на следующей неделе. Да, 20 ноября. 20 ноября. И здесь самый главный вопрос, конечно, а всем ли хватит, всем ли достаточно. И вот начинается буквально, рвут на части тот же рекордный бюджет. Цифра большая, но все равно не хватает. Вот те самые госпрограммы, они все ли дофинансированы? Есть определенные приоритеты, которые профинансированы в полном объеме, потому что они являются приоритетами. Это, конечно, прежде всего у нас это стипендии, которые должны быть заложены в полном объеме. Это индексация заработной платы на 3,8% с 1 октября. Это, конечно, индексация по категориям работников бюджетной сферы в соответствии с 597 указом. Это принятое решение с 1 января увеличением РОД до 12 130 рублей. И это коснется 24 тысяч жителей, бюджетников наших, работников бюджетной сферы. И на это предусматривается порядка 250 миллионов рублей. Это, конечно, и индексация наших социальных выплат тоже на 3,8% непосредственно уже с 1 февраля. И это коснется 266 тысяч благополучателей, тех, кто получает эти выплаты. И на это тоже предусмотрено порядка 230 миллионов рублей. То есть это, конечно же, нацпроекты. Они должны быть обеспечены в полном объеме софинансирования. И почему по некоторым, наверное, расходным обязательствам мы сейчас передвинули их именно для обеспечения софинансирования. И затем будем решать наполнение определенных строчек. Потому что нацпроекты – это тоже в первоочередном порядке. И, как я говорила, это 9,2 миллиарда. Это тоже, в общем-то, огромные средства. Но, конечно же, дорожный фонд является целевым. И поэтому мы обязаны заложить дорожный фонд, исходя из доходных источников, которые являются источниками дорожного фонда. Поэтому это 6 миллиардов 36 миллионов рублей. То есть очень большая сумма. И, конечно, наш фонд медицинского страхования, он тоже является обязательным. И более 5 миллиардов предусмотрено. Плюсом 171 миллион к бюджету 2019 года. Это тоже предусмотрено в полном объеме. То есть, конечно, у нас и компенсация родительской платы за детские сады, 300 миллионов, 370 миллионов предусмотрено. То есть вот такие вот именно приоритетные расходы, социальные расходы мы, конечно, старались предусмотреть в полном объеме. Естественно, конечно, есть необходимость улучшения материально-технической базы наших учреждений. При этом, несмотря даже на сложность, только по образованию 700 миллионов предусмотрено на ремонтные работы и замену окон в образовательных учреждениях и в дошкольных учреждениях. То есть у нас программа по замене школьных окон, она под программой идет, программа модернизации образования. Порядка 160 миллионов рублей, из них 115 – это замена окон в школах, и 45 миллионов – это замена окон в детских садах. Тем не менее, у нас и реальный сектор, практически 20% расходов мы направляем на реальный сектор экономики. Это и сельское хозяйство, у нас 3,6 миллиардов предусмотрено на следующий год, то есть более… Это рост здесь тоже, да? Рост огромный, да, порядка миллиард, более 1 миллиарда рублей рост по сравнению с 2019 годом. Как я уже сказала, дороги – это и жилищно-коммунальное хозяйство, и строительство, здесь и формирование благоприятного инвестиционного климата. Это вот те программы, они практически все программы у нас идут с ростом к 2019 году, но если можно сказать за исключением программы охраны окружающей среды, здесь еще не в полном объеме известны федеральные средства, мы все-таки ждем, что на твердые бытовые отходы будет предусмотрена строчка в федеральном бюджете, и здесь, конечно, уже будет, если в сопоставимых условиях, я думаю, что тоже будет отмечен рост. Екатерина Владимировна, здесь тоже еще ваше пояснение очень нужно по долговой политике, долговой нагрузке. Тоже разная информация. То мы впереди планеты всей, да, нам говорят о том, что Минфин отметил высокое качество управления финансами в Украинской области, то говорят, что регион банкрот, и вот у нас вообще, ай-яй-яй, все очень плохо, мы погрязли в долгах. Здесь тоже как найти баланс и как правильно ответить не только недоброжелателям, но и тем, кто просто путается в понятиях экономической политики. Угу. Действительно, есть разное понимание. Вот государственного долга – это то, что связано непосредственно с применением таких инструментов, как взятие коммерческих кредитов, да, на дефицит, и, соответственно, применяется также и для развития региона. И здесь нужно сказать, что государственный долг у нас находится на безопасном уровне. Он составляет сейчас 24,5 миллиарда рублей, то есть это 52% от наших собственных доходных источников. То есть вы слышите, что у многих он даже превышает 100%, да, но, конечно, стремиться к этому однозначно не нужно. Но вот мы на таком безопасном уровне, и, соответственно, мы считаем, что данный государственный долг, он способствует тому, что мы закрываем какие-то расходы инвестиционного плана, да, и имея дефицит на эти расходы. Вот. И есть, конечно, например, тот же дефицит, который вот, если вы говорите о том, что звучало вот по заключению счетной палаты, что мы по итогам 9 месяцев, да, сработали с дефицитом 2,4 миллиарда рублей, но это текущий год. У нас ситуация, она из квартала в квартала меняется, то есть есть запланированный дефицит, он годовой, и как бы это предварительная оценка, да, 9 месяцев, она только говорит о том, что, да, какие-то расходы в первоочередном порядке мы провели именно по итогам 9 месяцев, но у нас, конечно, по итогам года мы в любом случае должны выйти на плановый показатель дефицита, который у нас есть в бюджете, он 109 миллионов на 2019 год предусмотрен, вот. Ну и вот на следующий год он предусмотрен в сумме 900 миллионов рублей, но при этом нужно отметить, что, конечно, дефицит по отраслям гораздо больше, но это доходная и расходная часть, это балансировка бюджета с учетом, конечно, нашего соглашения с Минфином Российской Федерации, то есть стремлением к тому, чтобы мы снизили планку по коммерческим кредитам, и нужно сказать, что если она буквально в 2014 году, даже в 2015-м составляла 78% доли коммерческих кредитов, мы сейчас ее снизили до 32%, то есть это такое очень резкое снижение, и мы видим, что это дает то, что у нас идет снижение на обслуживание государственного долга. То есть если раньше мы более 2 миллиардов направляли на обслуживание государственного долга, то сейчас он составляет более 1 миллиард, то есть миллиард 100 миллионов у нас предусмотрен на обслуживание государственного долга. У нас с вами буквально 2 минуты остается, поэтому коротко. 20-го числа второе чтение. Часто ли бывает, что во втором чтении бюджет кардинально меняет какие-то цифры? Нет, такой практики нет. В прошлом году буквально было несколько поправок к бюджету, но нужно отметить, что, конечно, бюджет – это живой организм. И да, принятие во втором чтении – это самое главное, это основа, что данный финансовый документ утвержден. Но мы понимаем, что даже корректируя федеральные средства, которые будут сейчас утверждены, мы сможем уже после принятия бюджета, буквально в декабре, скорректировать эти федеральные средства. И в дальнейшем, по квартальной, имея дополнительные доходные источники, также вносить изменения и производить корректировку. То есть нам потом, после принятия бюджета, ничто не мешает это делать. Да, сейчас ведется большая работа в комитетах. Буквально каждую государственную программу рассматривают по полочкам. Общественной палатой. Мы это все тоже читаем и обсуждаем. Да, завтра на Общественной палате состоится обсуждение уже с моим участием. То есть до этого рассматривались госпрограммы. Сейчас в целом по бюджету в два часа на Общественной палате. То есть, конечно, я думаю, что даже если какие-то поправки будут, но они обсуждаются. А кардинально, я думаю, что таких больших изменений именно ко второму чтению не будет. Они будут в декабре, с учетом того, когда уже мы увидим. Ну, ваша уверенность вселяет и в нас уверенность. А скажите тогда уже совсем наличные переходим. А у вас в семье, в семейном бюджетном кто занимается? Ну, конечно же, я занимаюсь бюджетом. Потому что я думаю, что любая женщина, она должна держать кошелек в своих руках. То есть дома не отдыхаете? Нет. Все равно считаете? Все равно считаем. А детей своих как учили? Тоже, чтобы они были главные в семье по финансам? Нет? По-разному? Нет. Я думаю, что по-разному. Но, тем не менее, у меня все-таки как бы из троих моих детей двое пошли по моим стопам. То есть они закончили финансы и кредит. И я думаю, что да, они также нацелены на то, чтобы считать. Спасибо, Екатерина Владимировна. Я хочу в конце нашей программы вам сделать небольшой сюрприз, подарок от нашего партнера. Партнер у нас салон «Цветы и штучки», известный салон в Ульяновске. Вот он украшает нашу студию. А еще он дарит в канун Нового года, уже скоро Новый год, вам такой символ могущества, символ денег, символ того, что всегда финансы играют главную роль в нашей жизни, но настолько они хрупкие, как этот шар. Пусть он вам в Новый год принесет удачу обязательно. Спасибо, очень приятно. Вам также процветания и лучших встреч. Спасибо большое. Это была Екатерина Буцкая, министр финансов Ульяновской области. Говорили о финансах, о том, чтобы всем хватало, и нам, и региону. Смотрите «Репортер 73». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова